КОДЕРЛЕН И адрес нашего сайта вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. И если вам по какой-то причине не удалось, например, досмотреть до конца вебинар или время оказалось для вас неудобным, вы можете через некоторое время вернуться на наш сайт и мы выкладываем записи вебинаров. Вы можете посмотреть его в удобное для вас время и, возможно, найти еще какую-то дополнительную полезную информацию. Мы будем рады. Собственно говоря, программа нашего вебинара, вы видите ее сейчас на экране, мы будем говорить про очень интересный раздел казначейства и про финансовые инструменты. Каким образом будет построена наша с вами сегодняшняя встреча? Мы с вами будем теоретически, так сказать, материалы смотреть на слайдах и потом будем вот таким образом переключаться на демо-базу, демо-база ERP и здесь уже, так сказать, в натуре смотреть на то, о чем бы говорили теоретически и, соответственно, пробовать сделать какие-то примеры, какие-то телодвижения. Возвращаемся снова к нашим слайдикам. Итак, то есть мы поговорим, каким образом, ну, во-первых, настроить, активировать возможность работать с финансовыми инструментами, во-вторых, каким образом оформлять привлечение или размещение, соответственно, денежных средств на депозитах, на каких-то других финансовых инструментах про операцию, ну, и про дополнительные сервисы, если успеем немножечко, тоже поговорим. Первое, на что хочу обратить внимание, что сейчас мы переключимся на демо-базу, вот таким образом, и первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на то, что мы работаем на самом последнем релизе, то есть на релизе 2.5.17, посмотреть, какой у вас релиз мы можем вот по этой пиктограммке, переходим на сведения о программе, вот такая пиктограмма и с точечкой, и здесь мы с вами видим релиз конфигурации, релиз платформы сначала, а потом релиз конкретной конфигурации. Почему я с самого начала обращаю на это внимание? Потому что, во-первых, практически каждый блок ЕРП претерпел изменения в этом году. Какие-то изменения были технического плана, то есть приводилось в соответствие с законодательством, которое изменялось, например, ставки, НДФЛ и так далее. А где-то добавлялись новые функции, новые возможности, так что, соответственно, чем более новый у вас релиз, тем больше в нем возможностей и исправлены, если были какие-то ошибки предыдущих релизов. Мы снова с вами возвращаемся на слайдики наши и немножечко, так сказать, вспомним теоретическую базу. То есть у нас в управлении предприятием в 1С ЕРП целый блок посвящен финансовым инструментам. То есть фактически там сейчас очень хорошо организован блок для финансовых руководителей, для специалистов финансовых, но он требует дополнительной активации. И, соответственно, мы начинаем, как и все блоки, которые требуют дополнительной активации, с раздела НСИ и администрирования. Ну, то есть вы видите здесь, что позволяют выполнить нам эти настройки, и что позволяет после этого программа сделать. И переключаемся, смотрим. Значит, начинаем мы с раздела НСИ и администрирования. И интересует нас, естественно, блок казначейства и взаиморасчеты. Мы переключаемся сюда. И для того, чтобы нам была возможность работать с финансовыми инструментами, мы проставляем вот такой красивый чекбокс, зеленая птичка. То есть договора кредитов и депозитов. Здесь хочу сделать небольшое отступление. То есть у нас договора с контрагентами встречаются в нескольких разделах. На самом деле это справочник один и тот же. Просто к нему доступ из разных разделов организован. Например, продажи. Есть и договора с клиентами. То есть клиент – это справочник контрагенты. Точно такая же ситуация у нас в меню закупки. Здесь у нас поставщики. Это тот же справочник контрагенты. И договора с поставщиками. То есть это выведена видимость данных инструментов для удобства. Но нужно помнить, что у нас вот эти договора, которые мы используем в корреспонденции со справочником, договоров и со справочниками контрагентов, отличаются от договоров, которые у нас присутствуют в блоке финансовые инструменты. То есть мы с вами активировали договора кредитов и депозитов. И теперь мы можем в полном, так сказать, объеме насладиться прелестями вот этого вот блока – финансовые инструменты. На самом деле, в настоящее время он расширен. Сюда выведены, как вы видите, оформление заявок. То есть теперь у нас в блоке казначейства есть заявки на расходование денежных средств. Вот здесь рабочее место и вот тут. То есть оформление заявок на оплату. Мы с вами чуть-чуть попозже посмотрим их более подробно. На самом деле механизмы здесь одинаковые, но сами заявки отличаются друг от друга. То есть заявки на расходование денежных средств и заявки на оплату у нас чуть-чуть имеют разный функционал. Но принцип один и тот же. То есть это заявки на расходование денежных средств, которые требуют согласования с руководителями и, соответственно, утверждения. И после того, как они прошли согласование с руководителями, они у нас попадают в платежный календарь. И мы можем использовать это для планирования, для всех операций, которые нам доступны с платежным календарем. Раньше у нас не было такого разделения, то есть оформление заявок на расходование денежных средств происходило для финансовых инструментов, то есть для договоров кредитов и депозитов происходило, ну, немножечко менее комфортно. Ну, возвращаемся к нашим слайдам. И смотрим еще с вами такую картинку, то есть слайдик это с того места, где мы с вами уже побывали. Раздел МС и администрирование. То есть блок финансовый инструмент, как раз именно тот блок, про который мы с вами сегодня будем говорить. И еще один слайдик, который демонстрирует, иллюстрирует, точнее говоря, то, что мы с вами активировали, то есть договора кредитов и депозитов. И, соответственно, здесь немножко нужно оговориться еще по поводу того, что договора кредитов у нас отличаются. Отличаются тем, что транш на получение кредитных средств может быть единовременным, когда банк выделяет денежные средства и предоставляет их единовременно с последующим погашением. Либо, когда эти средства предоставляются траншами, то есть частями, и, соответственно, и гасятся тоже траншами, и предоставляются по определенным срокам, по графикам. И здесь у нас с вами максимальная, скажем так, и информация, и комфорт находятся именно в договорах, в условиях договоров. Сейчас мы с вами переключимся снова на демо-базу и посмотрим сами по себе договора, что же они нам позволяют делать. Ну и, естественно, оформление про заявки мы поговорим немножко позже, но сначала мы поговорим про договора. Если мы переходим вот по этой ссылке, мы попадаем в общий журнал документов, то есть договоров. И, как вы видите, у нас здесь созданы в качестве примера разные типы договоров. То есть долгосрочный заем. Это когда у нас идет взаимодействие не в кредитной организации, а, например, с какими-то партнерами. То есть вот если мы с вами посмотрим долгосрочный заем, то вот у меня на данный момент сделаны займы между моими юридическими лицами. То есть я могу взять одно юридическое лицо, это у меня деловой союз, и другое юридическое лицо, металлсервис, и, собственно говоря, оформить заемные средства, что очень часто используется, практически постоянно между своими лицами на определенных условиях. То есть я задаю порядок расчетов, то есть это у меня рублевый эквивалент. В рублях создается безналичная форма. Здесь мне доступны и наличные, и безналичные. Собственно говоря, параметры договора я тоже выбираю вручную, но чаще всего ставим долгосрочный, потому что если это займы, то мы не можем сказать между своими юридическими, когда у меня потребуется возвратить его, или на какой срок я хочу его предоставить. Ну и, собственно говоря, процентная ставка, я могу ее корректировать, если вот по вот этой ссылочке мы переходим, то, соответственно, у меня могут быть разные ставки для долгосрочных займов, для краткосрочных займов. То есть, как вы видите, у меня возможность, во-первых, регулировать графики, то есть, переходя вот по этой ссылке, я буду графики регулировать, а во-вторых, контролировать документы. То есть, я могу, допустим, дополнительные соглашения создавать к договорам займов и так далее. Договор займа с какими-то конкретными не моими юридическими лицами, ну и, естественно, с физическим лицом. То есть, например, если у меня физическое лицо, это учредитель, и учредитель, например, предоставляет предприятию займ. Ну и традиционные кредитные договора, которые могут быть, ну, предоставлены в виде транша, в виде кредитных линий, возобновляемых, невозобновляемых и так далее. И существуют сложные кредитные линии, которые требуют дополнительных, ну, скажем так, некоторые из них требуют дополнительных доработок. Ну, в частности, кредитные линии могут предоставляться, если мы работаем с иностранными, например, банками, ну и не только с иностранными, могут предоставляться в валюте и могут предоставляться в рублях. В принципе, это тоже было до некоторого времени достаточно широко используемое. Ну, в связи с санкциями, вот, скажем так, немного сузился ассортимент таких кредитов. Но были кредиты, которые имели сложный состав. Это в основном с иностранными банками. То есть, например, кредит предоставлен в одной валюте, в евро, а транши выдаются в других валютах, например, и в долларах, и в юанях, и еще в каких-то, например, лирах, зайчиках и так далее. А вот в этом случае, если у нас есть такие мультивалютные кредиты, то требуется доработка. А если мы берем более стандартные варианты, когда может быть в одной валюте, но возврат предусмотрен другой, в такие условия у нас финансовые инструменты позволяют уложиться и, собственно говоря, позволяют оформлять такие документы. Ну, вот вы видите, у меня договор кредита, например. Это мое юрлицо имеет кредит со Сбербанком. То есть, ну, не обязательно Сбербанк, то есть какой-то банковский продукт. И я задаю по закладочкам расчеты, обеспечения, учетная информация и так далее. Я могу задавать все необходимые параметры. И обратите внимание, то есть к этим договорам я могу составлять графики. То есть я на закладочке расчеты задаю, естественно, форму, тип и так далее. Например, если я проставлю вот таким образом сумму транша, например, у меня 500 тысяч. 500 тысяч. То в этом случае у меня первый транш, например, 500 тысяч. 500 тысяч. 500 тысяч. Например, с января этого года, пусть будет с первого января. И сумма транша 500 тысяч рублей у меня единоразово. То есть, соответственно, в этом случае я только указываю срок, на сколько месяцев или на сколько дней. И могу больше подробностей не сообщать. А вот если у меня будут какие-то транши, то я в этом случае перехожу по ссылке графики и добавляю, обратите внимание, на интерфейс, который здесь используется. Ну и, во-первых, я наименование указываю такое, по которому мне будет понятно. Например, у меня в банке несколько кредитных линий. Я буду указывать там кредит на линии 500 тысяч, кредит 200 тысяч и так далее. И здесь я имею три закладочки. Транши, оплаты и начисления. И, соответственно, транши, это я буду включать те денежные суммы, которые мне поступили. Через закладочку добавить я создаю дату и создаю сумму. Ну, например, вот сделаем 1 января. Прямо без Нового года мне банк выдал денежные средства и выдал все 500 тысяч. Ой, увлеклась ноликами. Соответственно, теперь я заполняю закладочку оплаты. Здесь я создаю график, когда я должна платить. То есть любой договор кредита, естественно, имеет график погашения. И закладочка начисления. Это проценты, которые я должна буду начислить банку за пользование кредитом. Обратите внимание, те договора, которые у нас занесены в блок финансовых инструментов, у нас строят, так сказать, график платежей, то есть передают сведения в платежный календарь согласно вот этих договоров и графиков, которые мы сюда вводим. Значит, если я хочу, чтобы у меня корректно отражался в платежном календаре график погашения и начисления процентов, то мне обязательно нужно заполнить вот эти закладочки и оплаты, и начисления. При этом программа у меня контролирует правильность. То есть если я вот сейчас, допустим, оплаты и начисления не внесла, то если я хочу записать и закрыть, мне программа рубнется в текущем варианте график, разлетляются итоговые суммы. Она мне даст записать, но предупредит. То есть в своем ли я умею, что я так вот задаю такие условия. Ну, естественно, я могу ответить, да, могу ответить, нет. Ну, мы пока не будем сохранять эти изменения. Таким образом, обеспечение, то есть есть ли какой-то тип обеспечения, то есть может быть залоговое имущество или еще какие-то долговые обязательства по-другому оформленные. То есть здесь мы указываем дополнительную информацию и учетную данные. То есть, собственно говоря, на каком счете учитываются проценты, на каком счете учитываются комиссии банка. Это мы задаем путем выбора. И, ну, вот так, допустим, сделаем. В моем случае у меня уже внесены эти данные. Я выбираю из того, что у меня есть. Или заполняю новые, если, допустим, для процентов открываются новые какие-то счета. Статьи движения денежных средств и финансовый учет ГФУ. Соответственно, и направление деятельности. Обратите внимание вот на вот это. Здесь у меня сразу по умолчанию ставится финансовая деятельность. Ну, собственно, поле комментарии. Это может быть любое поле. Любой текст, который вам важен в связи с этим договором. Мы на нем не останавливаемся подробно. Мы переходим. Так, нет, мы не изменяем условия. И, соответственно, это, вы видите, варианты, какие могут быть у наших кредитов. Депозиты. Депозиты – это как бы отдельная, отдельно стоящая, так сказать, позиция. То есть депозитами пользуются очень многие предприятия. Например, овернайт – это депозит, который создается, например, на выходные, на ночное время. То есть размещаются денежные средства, которые есть на расчетном счете и которые свободны, например, в ночь, в пятницу на субботу или с пятницы на понедельник. И такие депозиты имеют конкретные короткие, очень временные промежутки и какие-то достаточно повышенные ставки. И, соответственно, при создании договора депозита у нас, обратите внимание, характер договора и тип договора в этих договорах отличается. То есть у меня стоит депозит, например, без капитализации. И если я какой-то другой договор посмотрю, то здесь у меня тип договора – внешний заем. Сейчас мы вернемся с вами к слайдику, который иллюстрирует эти характер договора и тип договора. Это два справочника. По первому характер договора у нас доступны кредиты или заем полученный, депозит и заем выданный. А вот тип договора у нас – кредит в банке, внешний заем, внутренний заем и так далее. То есть, соответственно, от типа заема зависит то, в каких документах он у нас будет отражаться и какими документами сопровождаются операции по этому инструменту. Как вы видите, у нас это разные данные. И сейчас мы посмотрим, как это выглядит в натуре. То есть, попробуем через кнопку «Создать», создать новый договор. И, как вы видите, вот у нас кредит или заем полученный. И тип договора я могу выбрать – кредит или заем полученный. Соответственно, мне доступны для редактирования вот эти поля. Когда у меня уже создан договор, так, мы сейчас с вами снова перейдем. Когда вот у нас уже какой-то конкретный договор создан, мне эти поля недоступны для редактирования. То есть, я могу переходить по всем закладочкам, но поля, которые уже были выбраны, мне недоступны для редактирования. И если я хочу все-таки изменить, то у меня такая возможность есть. Через кнопочку «Еще» я включаю разрешение на редактирование. И в этом случае «Разрешить редактирование» у меня опять становятся доступными все поля. Но надо помнить, что если у меня есть уже какие-то операции записанные, проведенные другими документами, то мне нужно помнить, что когда я изменяю договор, у меня должны измениться и взаимосвязанные документы. И у меня здесь доступны мне отчеты по кнопочке «Отчеты». Во-первых, ведомость взаиморасчетов, ведомость расчетов по этому конкретному займу. И во-вторых, план фактный анализ. На самом деле очень удобно, потому что в этом случае у меня формируется вот такой отчет. И я вижу и свои транши, и оплаты, которые у меня запланированы. И, соответственно, что было по плану. И в итоге, как говорится, гладко был на бумаге, да забыли про овраги. То есть здесь у меня отражается то, что произошло по факту. И насколько я отклонилась, я могу по этому отчету посмотреть. Снова закрываем. Нет, не сохраняем. И возвращаемся снова к нашим слайдам. Это вот слайдик, который характеризует характер договора и тип договора. Продвигаемся на следующий слайдик. И теперь поговорим про заявки. Как я уже сказала, заявки на расходование денежных средств. Вот это, в общем-то, основной механизм для планирования контроля денежных средств. На самом деле, это очень удобный механизм. Позволяет, скажем так, руководителю быть в курсе того, куда расходуются деньги. Потому что, например, позволяет и соблюдать лимиты, и соблюдать распоряжения руководителя. Но поговорим мы с вами сначала про обычные заявки на расходование денежных средств. Они у нас располагаются в меню казначейства, как я уже говорила. И обратите внимание, здесь у нас доступна кнопка «Создать». И по этой кнопке мы можем выбирать. И выбор у нас достаточно большой ассортимент, так сказать, вариаций, как вы видите. То есть здесь присутствуют и займы, то есть займы сотруднику, контрагенту. Казалось бы, вполне достаточно. Но если мы перейдем в другую заявку, так сказать, вот таким образом, значит, сейчас мы с вами сделаем казначейство. То есть мы смотрели слайдик по вот этой заявке. Заявки на расходование денежных средств. Вот она у нас создана. Вот, например, мы заходим в первую попавшуюся. И видим, что у нас уже созданы заявки. Расшифровка платежа. Распределение по счетам, если есть. У меня вот здесь нет распределения. И основное, соответственно, если у меня был долгосрочный кредит, то это вот заявка для него. Но теперь я могу перейти в другие заявки, оформить заявку на оплату. И вот в этом случае у меня уже другой интерфейс. То есть это у меня тоже общий график, общий журнал моих заявочек. То есть, во-первых, закладка к оплате по графику. То есть я через кнопку «Создать заявки на оплату» по договорам, которые у меня внесены. То есть договора кредитов, депозитов и, соответственно, к ним графики платежей. Могу создать через кнопку «Заявку на оплату», когда у меня должны поступить оплаты по кредиту в банк, например. И заявки на оплату по финансовым инструментам. Это в случае, если я работаю по договорам, например, аренды, по договорам лизинга. То, соответственно, через кнопочку «Создать» у меня появляется вот такой перечень, меню, как вы видите, гораздо более узкое, чем при создании заявок первого варианта. Но, тем не менее, это конкретные ситуации, которые касаются финансовых инструментов. Сейчас снова вернемся к нашим слайдикам. И еще раз через кнопочку «Создать обычные заявки на расходование денежных средств» нам доступны вот в таком формате, в таком варианте выбора. А закладочка, вот сейчас я вам покажу еще раз, у финансовых инструментов у нас немножко другая и более специфичная. То есть, видите, они отличаются. Собственно говоря, сама по себе заявка, как мы с вами помним, у нас привязана к конкретному расчетному счету или кассе. И нам при настройках, то есть необходимо задействовать блок МСИ и администрирование. И для того, чтобы использовать заявки, нам надо задать стартовые настройки, то есть активировать эту возможность. И она привязана к конкретным расчетным счетам и кассовым операциям. К конкретным кассам, вернее, не правильно сказала. Значит, соответственно, еще обратите внимание на то, что наши заявки, сейчас снова переключимся на демобазу, что, соответственно, заявки, которые мы создаем, у нас и обычные заявки, и по финансовым инструментам имеют разные статусы. То есть, соответственно, статусы у них одинаковые, то есть согласован, не согласован, действует и закрыто. То есть, если у нас заявка подтвердена, соответственно, она будет иметь статус согласован. И при создании заявок мы выбираем цель договора, ну, либо аренда, либо лизинг. Ну и, соответственно, конкретные параметры договора мы уже тоже указываем при создании конкретного договора. И у нас есть вот такая ссылка, мы можем перейти по ссылке и посмотреть состояние договора. Открыть график оплат. Соответственно, мы с вами попадем в график платежей, а график начисления – это, соответственно, когда мы должны начислить. Так. И обратите внимание на проценты. То есть, во-первых, если мы дисконтирование применяем, мы обязаны это делать, и график начисления. Так. Сейчас мы с вами вернемся в раздел казначейства и вернемся в заявки на расходование денежных средств. То есть, такие, которые у нас обычно применяются для разных операций. То есть, например, оплата поставщику, поступление от покупателя и так далее. То есть, здесь, как вы видите, у нас доступен статус. Мы можем отметить заявки. Вот таким образом. Отметить какое-то количество заявок и установить, например, этому списку. Установить статус. Здесь, как вы видите, статусов больше. То есть, согласовано, не согласовано. К оплате отклонена. А значит, мы можем работать только с заявками, которые имеют статус к оплате. То есть, они уже утверждены, например, руководителем подразделения и ответственным за движение денежных средств. Например, финансовый директор или финансовый менеджер. И, соответственно, если мы ведем бюджетирование, лимиты используем, то наши заявки могут быть в пределах лимитов, которые установлены, и выходить за пределы лимитов. То есть, в этом случае у нас будет заявка вот таким образом. Сверх лимита, вот здесь вот будет проставлен флажок, мы его будем видеть в журнале. И, естественно, он попадет в платежный календарь. А теперь еще раз вернемся к казначейству и снова к блоку финансовые инструменты. То есть, мы с вами поговорили про оформление заявок и про договора кредитов и депозитов. То есть, мы с вами помним, что при составлении любого договора, ну, например, такого, у нас с вами есть ссылка, гиперссылка для перехода. И мы можем, не можем, а должны перейти по такой ссылке и создать здесь какие-то графики, которые соответствуют вашему договору. То есть, например, вот мы создаем график оплаты и график начисления процентов, например. И вот здесь вы видите итоги, то есть, что у нас транша миллион, всего миллион, и процентов начислено 30 тысяч. То есть, вот они наши проценты, график их погашения. И по этому графику уже будет строиться платежный календарь и заявки на платеж по конкретному договору. И статусы, обратите внимание, используются, утвержден. То есть, график у нас согласован с кредитной организацией. И все, я могу спать спокойно, у меня вся информация заполнена правильно. И в этом случае у меня вся работа по этому договору будет заключаться в том, что мне необходимо создать заявки на расходование денежных средств. И, соответственно, чтобы они получили статус согласованно, подать его на рассмотрение директору. Если, допустим, раньше в предыдущих релизах такой возможности не было, то теперь такая возможность есть. То есть, мне не надо вручную начислять, соответственно, погашение кредита, погашение процентов и так далее. И руководитель может согласовать мои заявки на кредиты в числе, например, общих платежей, которые попадают к нему на согласование. То есть, это гораздо, конечно, удобнее, облегчает жизнь. Теперь мы с вами это закрываем и снова возвращаемся в меню казначейства и смотрим, что у нас еще есть. То есть, у нас есть пункт, ссылка, начисление по кредитам и депозитам, договоры аренды, то есть, лизинга. Это у нас пункт, который регулируется новым ФСБУ. Ну, новым это достаточно относительно, понятие действует он уже в обязательном порядке. И у нас есть пункт корректировки задолженности по финансовым инструментам. То есть, что это такое? Начисление по кредитам и депозитам, это на самом деле очень интересный инструмент. Вот я начисление с вами открываю. Мы умельком смотрели. Значит, я выбираю, что мне касается кредитов, либо депозитов, либо по займам выданным, я начисляю проценты. Здесь обратите внимание, финансовый инструмент, раз уж мы заговорили, то займы выданы. Если мы работаем с юрлицом, то у нас никаких проблем не возникает. А если мы работаем с физлицом, то есть, например, займ выдаем физлицу, неважно сотруднику или учредителю, если контрагент физлицо, то надо помнить о том, что у нас в 2024 году прекращен мораторий на материальную выгоду. И, соответственно, если мы с физлицом имеем договор займа, например, или беспроцентный, или по ставке от личной АЦБ, то мы должны начислить материальную выгоду и с нее заплатить НДФЛ. И НДФЛ, соответственно, мы платим ежемесячно. Это достаточно скандально, если вы помните, как бы процесс требования, во всяком случае, и вызывало много споров, то есть введение начислений по материальной выгоде. у нас была приостановка, то есть мораторий на 2021, 2022, 2023 годы. Но в 2024 году мораторий отменен, и мы снова должны начислять материальную выгоду. И вот здесь обратите внимание, по договорам, которые были составлены, включая 2023 года, то есть не только те, которые были составлены после введения моратория, но и на года, которые были предшествующими. То есть на старые договора мы тоже начисляем материальную выгоду и тоже с нее оплачиваем НДФЛ. То есть оплата НДФЛ это как раз-таки краеугольный камень проблемы, то есть это нельзя пропускать, иначе грозят большие штрафные санкции. Ну, как бы еще раз повторюсь, если у нас партнер по займам юридическое лицо, то у нас таких проблем не возникает, и, соответственно, все начисления регулируются самим договором, то есть процентной ставкой, которая в нем оговорена. Начисления по кредитам. Сейчас мы вот так вот сделаем, как вы знаете, у нас можно редактировать журнал, видим из журнала. Например, вот начисления по кредитам и депозитам. Обратите внимание, у нас есть операция, и операция нам доступна, выбор операции, и дальше уже мы начисляем соответственно договору. Теперь это мы с вами разобрались с пунктом начисления. Теперь снова казначейство и договора лизингов. То есть договора лизинга это либо аренды, либо лизинга. Это договора, которые стоят несколько обособлено. И, как я уже говорила, регулируется ФСБУ. Значит, ФСБУ 25. Сейчас я вот так вот сделаю. Вариантов таких договоров у нас достаточно много. Если по кнопочке создать, мы создаем новый договор, то нам доступен выбор, что это договор аренды или лизинга. И, соответственно, если это аренда обычная, то здесь мы предусматриваем, можем предусмотреть обеспечительный платеж, например, а если это лизинг, то у нас фигурирует выкупная стоимость. Ну, то есть есть некоторые отличия. И мы с вами заполняем необходимую информацию. И обратите внимание на параметры договора. то есть ну, естественно, мы выбираем валюту и выбираем присутствует ли обеспечительный платеж. У меня сейчас стоит, что это просто аренда. Обеспечительный платеж, например, у нас присутствует. Налогообложение выбираем систему НДС не без НДС либо предприятие будет выступать в качестве налогового агента. Ну, то есть заполняем сведения, которые касаются этого договора и способ определения стоимости предметов аренды. Ну, как вы знаете, согласно ССБУ, то есть у нас путем дисконтирования платежей и вот такая тематическая подсказка, то есть вот такой вопросительный знак, это тематическая подсказка, то есть если вы сомневаетесь, что это такое, воспользуйтесь таким вариантом. И соответственно у нас есть вот такая сейчас я отменю, чтобы у нас не было и вот так расшифровка процентов, то есть у меня по моему договору я могу посмотреть и сравнить, но во всяком случае такая вещь очень удобна, особенно когда вы лизинг, договор лизинга используете, то есть сравниваете правильно ли вы все ввели в соответствии с графиком платежей, потому что по договору о лизинге они у вас приложены к договору графики и вы можете сравнить все ли вы правильно ввели или нет, то есть итоговые суммы по датам и так далее. То есть расшифровка расчета процентов у вас строится на основе договора и вы можете сразу посмотреть эту расшифровку. И отчеты, как я уже говорила, планфактный анализ или ведомость по договору, то есть это тоже очень удобные отчеты и так сказать это можно получить из карточки договора, не переходя через, допустим, какие-то другие разделы, не переходя в формирование, например, регламентированных отчетов, стандартные отчеты по бухгалтерии, то есть вот ведомость в таком виде вам доступна. Так, на что здесь обратить внимание, значит, при заполнении закладки учетная информация, мы с вами помним, что мы заполняем вот эти сведения заполняем в договоре и, соответственно, у нас должны быть указаны статьи движения денежных средств, отражения услуг и так далее, то есть вот эти вот сведения. Теперь возвращаемся снова к нашим слайдам. Это, значит, мы с вами было слайдик, который иллюстрировал заявку и, собственно говоря, то, что мы с вами сейчас посмотрели, это раздел начисления по кредитам и депозитам и, если у нас все заполнено в договоре правильно, то в этом случае мы начисления по кредитам и депозитам используем в конце месяца, то есть, естественно, за прошедший месяц и, значит, у нас срабатывает в этом случае дополнительные проверки и мы можем использовать этот режим в том случае, если графики не прошли в учете за текущий период. В этом случае у нас при закрытии месяца будет дополнительно сформирована проводки. Сейчас я к этому вернусь и еще немножко информации по поводу этого режима. То есть, начисление позволяет, этот документ позволяет выполнить вот такое начисление, то есть, он в автоматическом режиме позволяет заполнить графики, что экономит естественно массу времени. И важный момент, повторно не сформируется начисление процентов, то есть, на самом деле вручную можете создать дополнительно, например, задублировать, а вот в автоматическом режиме повторное начисление контролируется. и раз уж мы с вами заговорили про закрытие месяца, то в этом случае у нас закрытие месяца, как мы помним, переходим на нашу демобазу, на нашу демобазу, закрытие месяца у нас с вами происходит финансовый результат и контролинг, и здесь у нас блок закрытия месяца, рабочее место закрытия месяца, и у меня уже сформировано, потому что долго просто работать будет, можем не успеть, вот, закрытие месяца у нас выглядит вот таким вот образом, я хочу напомнить, что у нас есть окончательное закрытие месяца и предварительное закрытие месяца, то есть при предварительном закрытии у нас не происходит пересчет себестоимости товара материальных ценностей, то есть, например, если при производстве, при списании в производство или других вариантах движения не пересчитывается и окончательное закрытие, это когда происходит пересчет себестоимости товара материальных ценностей и уже происходит закрытие. И, как вы видите, при закрытии у нас С вами происходит переоценка денежных средств и финансовых инструментов. И если у меня какие-то проблемы в этом плане возникают, то я могу посмотреть информацию по ссылке подробнее и открыть, посмотреть, чего мне здесь не хватает. У меня конкретно здесь не хватает предыдущих документов, потому что у меня не было закрытия месяца за предыдущий период. Вот в таком случае мне программа ругнется, что а где же вы были в прошлый год? Вот. И теперь уже, собственно, при формировании месяца у меня может дополнительно быть включены операции по переоценке. А теперь мы с вами вернемся к слайдикам. И, собственно говоря, слайдик, который я хочу показать, это иллюстрирует то, что мы только что посмотрели. То есть раздел финансовый результат и переоценка денежных средств и финансовых документов. Вот они выделены на слайдике красном. То, что мы смотрели. И снова вернемся к нашим баранам, нашей демо-базе. И раздел казначейства я хочу вернуться вот к такому моменту. У нас с вами здесь отражены, как вы видите, и рабочие места. Да. Соответственно, платежный календарь – это самый интересный, ну, вишенка на торте, скажем так. Платежный календарь – это инструмент, который позволяет избежать и кассовых разрывов, и планировать денежные средства. То есть самая вкусненькая, так сказать, отчетная форма. Но договора лизинга, вот мы с вами посмотрели, корректировки задолженности. Корректировки задолженности, скажем так, инструмент удобный, но не всегда, не часто используемый. Вот у меня для примера списание кредитов, кредиторской задолженности и дебиторской задолженности. В общем-то, инструмент по кнопочке «Создать» мы с вами создаем документ и выбираем дебиторская, кредиторская задолженность. Сомнительные долги – это когда, соответственно, пропущены сроки предъявления претензий и так далее. Собственно, сам документ не вызывает сложности. Мы создаем, например, списание процентов или ситуация, когда мы списываем задолженность. То есть здесь мы можем отражать не только какие-то конкретные статьи, но и за счет доходов и пассивов. Ну, собственно говоря, формирование здесь ничего особенного нет, формирование документов. Ну, соответственно, если мы списываем где-то кредиторскую задолженность, то и дебиторскую, соответственно, мы можем списать. А вот другой момент мне хотелось вам показать, потому что он взаимосвязан с очень интересным сервисом. Мы с вами смотрим демобазу ERP, и, как я уже говорила, один из последних релизов. Очень близко к ERP стоит еще одна программа управления холдингом. И вот в управлении холдингом у нас расширен функционал казначейства. Он позволяет консолидировать, расширен блок консолидирования, планирования и работы с ценными бумагами. То есть вот в данном формате конфигурации ERP у нас работа с ценными бумагами не выделена в отдельный блок. И, соответственно, вот документы, которые мы можем создавать, вы видите, например, распоряжение на перемещение денежных средств, там лимиты, приходные расходные ордера, то есть работа с ценными бумагами здесь не выделена в отдельный блок. В ERP управления холдингом такие блоки присутствуют, то есть расширен блок именно работы с ценными бумагами. И если ваше предприятие является, ну, допустим, участником рынка ценных бумаг, то, конечно, вам лучше применять конфигурацию управления холдингом. И в разделе регламентированный учет, но это не единственный раздел, где присутствует данный блок. Я имею в виду блок 1С отчетность. У нас они присутствуют и в зарплате, и в кадрах. Ну, вот, например, 1С отчетность, блок присутствует и так далее. В блоке регламентированный учет. Когда присутствует такой блок, когда мы переходим в журнал, например, регламентированных учетов, вот таким образом, программа себя хвалит. Причем хвалит она себя вот такой рекламный блок, начиная с последнего релиза, стал активироваться. В предыдущих релизах была немножко другая форма, другой интерфейс. Но, собственно говоря, по ссылке мы можем почитать, что такое 1С отчетность и сервис. То есть это не только название блока, но и название сервиса. Здесь, как вы видите, справка о его возможностях, что он позволяет. На самом деле, в двух словах, это блок, который позволяет напрямую обмениваться информацией с сайтами, ну, и налоговых органов, и социального фонда. Вот здесь перечень организаций, с которыми можно обмениваться. И что это дает? Ну, естественно, это дает возможность, минуя оператора фискальных данных, отправлять и отчетность, и переписку, и все. Гораздо быстро, естественно, реагировать на письма и отправлять отчетность, минуя оператора. Это, что, допустим, при кадровых документах, которые мы должны на следующий день подавать, бывает критично. Но сама по себе это 1С отчетность, сервис. Он для тех, кто имеет подписку ИТС проф, бесплатный для одного юридического лица. А для тех, кто имеет подписку ИТС техно за денежку. Но смысл в том, что вот этот сервис необходим для того, чтобы мы могли работать с новым личным кабинетом, с новым сервисом личный кабинет по единому налоговому счету. В блоке регламентированный учет у нас с вами, кроме блока 1С отчетность и сервиса 1С отчетность, у нас есть блок единый налоговый счет. Это по работе с единым налоговым счетом. И здесь, кроме создания документов, у нас с вами появился личный кабинет. Этот личный кабинет позволяет работать напрямую с сайтом налоговой инспекции и подключить, соответственно, наши юридцы, то есть, которые у вас в программе вы ведете, к этому сервису. Но работать с личным кабинетом мы можем только в том случае, если у нас подключен сервис 1С отчетность. Ну, в качестве отступления хочу сказать, что сервис 1С отчетность, если вы имеете право на подписку, то есть подписка проф дает вам право на бесплатное подключение одного ютлица, соответственно, если я хочу перейти на 1С отчетность, хочу ее подключить, то я перехожу по вот этой ссылочке. И, собственно говоря, в этом случае для меня 1С отчетность, сервис 1С отчетность, это как морковка перед носом, что я должна его подключить в случае, если хочу работать с личным кабинетом. А вот личный кабинет, это уже та изюминка, ради которой я, собственно, готова буду пойти на такие условия, потому что личный кабинет на сайте налоговых органов очень удобный сервис и помогает посмотреть и взаиморасчеты, и если что-то было не так, то есть позволяет в режиме реального времени производить, в общем-то, очень востребованные операции. Но вот в такой связке, то есть только через 1С отчетность. На этом, к сожалению, наше время уже закончилось. И вот я единственное, что хочу сказать, еще пару слов по поводу регистрации с 1С отчетностью. То есть вы видите, здесь нужно вводить сведения, которые я должна была внести по-хорошему на момент начала работы с конфигурацией. То есть я в свое время при заполнении начальных сведений схалтурила, и теперь у меня в эти поля, то есть вот где красное подчеркивание, информация не поступает, и программа с меня требует заполнить эти права. То есть в этом случае я должна буду вернуться в раздел НС и администрирование и заполнить карточку о своей организации полностью, то есть со всеми регистрационными номерами и так далее. И с паспортными данными физического лица, которое является руководителем, в моем случае, генеральным директором. Так, все, мы с вами отсюда уходим. Возвращаемся снова к нашим слайдикам, и я хочу показать вам снова титульный лист и напомнить наши контактные данные, то есть телефоны, электронную почту, адрес сайта, телеграм-контакты, и сказать вам, что мы будем очень рады оказаться вам полезными. Мы будем рады выполнить для вас любые работы, связанные с семейством 1С, то есть это и продажи, и настройка, и доработка, то есть любой спектр вопросов. И мы благодарим вас за то внимание и за то время, которое вы нам уделили. На этом разрешите попрощаться. Всего вам доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok